Сегодня в Израиле имеется такая проблема. Будет ли Израиль Израилем через 10 лет? Государство Израиль – это продукт сионизма. В 1897 году появился Теодор Герцель и написал книгу. Она называлась «Еврейское государство». Вот это – сионизм. Цель сионизма – создание еврейского государства. И действительно, в Декларации о независимости Израиля сказано «Мы объявляем создание еврейского государства». Что означает понятие «еврейское государство»? Каково его минимальное определение? Если отбросить рассуждения о правых, левых, верующих и так далее, то каким будет определение, под которым подпишется каждый сионист справа налево сверху донизу? Естественно, что «еврейское государство» означает «государство с большинством евреев». Очевидно, что если еврейского большинства нет, то это не еврейское государство. В Бруклине много евреев, но это не еврейское государство. Еврейское государство – это такое государство, в котором еврей имеет суверенитет, независимость. Он хозяин своей судьбы. Наконец-то, после 1800 лет жизни под христианским и мусульманским правлением, вдоволь вкусив таких благ, как крестовые походы, инквизиция, погромы и освенцимы, мы наконец сказали «спасибо, но больше не надо». Мы решили создать государство, в котором мы сможем сами определять свою судьбу. Вот что такое еврейское государство. Большинство евреев. Но западная демократия не допускает подобные разговоры. Неважно, кто составляет большинство. Это всегда большинство. Вот что такое западная демократия. Если евреи – евреи, арабы – арабы, китайцы – китайцы. Есть ли в этом противоречия? Конечно же, здесь есть противоречия. Западная демократия позволяет арабам стать большинством, если они делают это мирно. А сионизм говорит «никогда». Это противоречие предельно ясно и однозначно. 40 лет мы о нем не думали, прятались от него, забывали его. Но больше так продолжаться не может. Потому что арабы в Израиле размножаются в 4 раза быстрее, чем евреи.